здрасте всем друзья привет уленьки у нас тут продолжается ферма и смотрите-ка склад почти построился 96 процентов но короче говоря скоро он построится и да он выглядит примерно так же как и склад который у нас на цементном столе литейном заводе стоит в общем то друзья смотрите короче что к чему у нас 108 тысяч на балансе этого мало у нас есть много конопли поэтому давайте зарядим ее продавать сразу а потом пойдем смотреть все остальное что у нас происходит и куда мы это короче да конопля по 948 на порт бирмингем вот этот парниша погнал и этот парниша погнал отправляем туда два грузовика больше в принципе не надо пускай катаются продают наш урожай который мы собрали в прошлый раз на поле друзья у нас тут растет рож на всех полях вырастет она насколько я понимаю только где-то часа через три-четыре поэтому поэтому пофигу значит что у нас происходит во первых склад почти построился скоро он построится надо будет отвести наши урожаи все на склад потому что здесь видите уже почти все забилось заодно посмотрим как этот склад работает также на садах у нас что у нас упакованного 25 сады медленнее чем теплицы работают хотя с другой стороны мы же можем по выгружать отсюда все из толкать обратно чтобы она упаковывалась я сюда друзья еще привез по два поддона на каждую на каждый сад на каждую теплицу выгрузил на теплицах расход поддонов идет намного меньше то есть я привез по два и вот они еще стоят оба то есть не закончился еще тот один насколько я понимаю по поводу компоста друзья у нас здесь его хватает 456 кубов я так понимаю он прекратил свою работу до дизель еще остался компост мы делали из соломы и почти всю солому мы на это потратили 37 кубов соломы осталось можно в принципе закинуть туда будет пускай перерабатывается компост друзья пополнен полностью все сады и теплицы везде были забиты в какой-то момент вчера днем до 25 кубов в общем то где-то раз в 5 в 6 дней видимо надо будет это все дело пополнять удобрение извести судя по расходу будет хватать надолго вода тоже довольно долго расходуется короче раз в недельку ездить пополнять это все придется садами в общем то все понятно погнали посмотрим еще два производства которые мы недавно запускали а именно нашу мусорку потому что есть у меня подозрение что что-то тут работает не так смотрите у нас уже есть 6 кубов упаковки мы сюда по 4 куба стекла алюминиевого листа пластикой бумаги привезли из этого всего потратилось но буквально 150 литров до 170 164 литра каждого получилось 6 кубов упаковки как это работает я не знаю короче тратится она очень медленно какой-то момент мне показалось что она вообще не тратится но это ладно упаковка в общем то есть пока что мы ее никуда не повезем возможно скоро плюс также тут потиху мусор перерабатывается но уже три с кубов всего осталось в общем то все хорошо и электроэнергии много у нас тут работает одна электростанция которая прекрасно справляется а вот с этим заводом я не знаю починилась или не починилась но не все так хорошо алюминиевый лист у нас производится бокситы тратятся а вот медный лист у нас не производится хотя есть все ресурсы я друзья поначалу подумал хотя весь производство активно один процент на заполнение есть один литр меди потратился или не доехал он сюда не знаю всего хватает электроэнергии друзья хватает я подумал сначала что дело в электричестве и вот с этой вот первой электростанции которую мы первую поставили я вот запустил вот эти линии чтобы это электричество которое здесь производится лишняя перекидывалась на все оставшиеся электростанции сколько я понимаю это именно так работает с другой стороны все-таки давайте на всякий случай друзья мы на эту электростанцию которая рядом у нас находится поставим еще один модуль и может быть даже давайте раскошелимся на топливный модуль который будет стоить чуть подороже и будет потреблять соляру но точно будет производиться электричество вот как раз у нас кстати и приехал man 1 и приносит нам денежки поэтому давайте наверное мы и поставим этот самый модуль дизель на 500000 он стоит вас не хватает еще все будет должно будет хватить по моим подсчетам в общем-то 500000 можно считать есть дизельный модуль это у нас получается восьмой отсек ставим его в седьмой отсек аккуратненько поворачиваем и вот здесь вот ровненько по центру ставим бздынь готова и еще 100000 остается но еще остается много конопли поэтому все будет нормально в общем то на этот самый дизельный модуль нужно привести дизель сюда вмещается 150 кубов этого самого дизеля так дверь наверное стоит закрыть а поехали отвезем для начала друзья отвезем 30 кубов что у нас вообще с дизелем кстати я давненько не проверял он нас толком ты не не расходуется сейчас нигде может там уже производство остановилась давно не производство работает но почти заполнен 428 кубов а может даже и 150 отвести давайте 100 отвезем нет давайте отвезем 30 мало ли что что-то может не работает давай друг едь на модуль 7 правда да тебя надо будет потом поставить загрузиться еще друзья погнали знаете куда погнали возьмем одну платформу и перегоним ее на базу чтобы с помощью этой платформы потом можно было бы на склад отвезти наши овощи фрукты платформа у нас должны стоять здесь вот эту вот и возьмем есть вдруг вот склад стройка как раз у нас там была . вот туда и 10 минут кошмар 98 процентов уже стройка идет в общем то ближайшие минут 10 скорее всего все достроится а мы давайте пока тогда фрукты по выгружаем из садов 28 поддонов пуздынь и робота запускаем буздынь в общем то по-быстрому сейчас все делаем а а Да, робот этот, кстати, капец, как долго едет. И когда поддоны выгружены, капец, как проседает фпс. Да и вообще здесь, кстати, не очень много в садах. Я, видимо, очень близко их друг к другу поставил. Так, у нас на топливном заводе приехал вот этот парниша. Его надо загрузить. Бздынь, загружайся и вези топливо. Стройка 99%. Сейчас совсем чуть-чуть осталось. И у нас уже ман приехал. Так, а если мы будем выгружать? Ну, яблочный только этот робот обратно возвращается. Так, поддоны с яблоками. 10 поддонов можно создать и они по 2 куба. Это приятно. И вот они здесь 10 штук появляются. Ха, это можно даже, в принципе, довольно быстро тогда будет сделать. Создаем везде по 10 поддонов. А потом по-быстрому их отвезем на склад. И все будет путем. Я так понимаю, выгружать мы будем все время по 20 кубов. Сейчас у нас даже нету на 2 раза. И вместимость тут, кстати, тоже довольно большая. Что меня радует. Это прекрасно. Я вот, правда, не знаю, имеет смысл фермерский рынок поставить или нет. Так, друзья. И теплицы. 25 поддонов можно создать за раз. И они появляются прямо в теплицах. Видимо, можно и больше создавать за раз. Давайте выгружать все, что есть на данный момент. Поддоны тоже по 2 куба. Сейчас из-за большого количества поддонов ФП здесь тоже просядет. Я же надеюсь, все, что мы здесь выращиваем, можно хранить на складе. А то будет обидно, если нет. Мы сейчас пойдем почитаем, посмотрим. Яблоки, абрикосы, бананы, вишни, кокос, оливки, апельсины, персики, груши, сливы, цветная капуста, огурцы, салат, грибы, тыква, малина, красная капуста, клубника, помидоры, арбузы. Вроде бы все. Но здесь 10 ячеек. И здесь 10. А всего у нас вроде бы 22 сада и теплицы. Не удивлюсь, если чего-то не будет. Давайте двери откроем на всякий случай. Такой склад большой, просторный. Совсем чуть-чуть осталось. Пускай строится. Хотя, скорее всего, он уже работает. Здесь нет, друзья, орехов и нету какао. Насколько я вижу. Можем посмотреть здесь. Да, здесь, друзья, орехи и какао не загружаются. Значит, орехи и какао нам придется продать. На склад мы их отвезти не сможем. А значит, вот это мы продаем и больше не выгружаем. У меня логика такая. Там, кстати, скоро на электростанцию должен приехать наш грузовичок. Да, вот он как раз едет. Давайте посмотрим, чтобы он выгружался здесь. Тем временем еще и конопля продается. Прекрасно. Так, скажи, что ты будешь нормально здесь выгружаться и я отсюда ухожу. Но, о, пошло. Замечательно. Значит, ребята, у нас запущен получается еще один модуль. А если проблема с электричеством, значит мы эту проблему решили. Если проблема не с электричеством, просто какой-то баг или еще что-то, тогда я не знаю, что делать. В общем-то, буду думать еще. Мы это в любом случае сегодня проверим. Так, давай достраивайся за склад. Я надеюсь, все, что мы здесь повыгружали, это будут поддоны стандартного размера. И будут по 20 штук сюда залетать. В общем-то, мы это проверим. Все, бздынь, заборчик исчез. Отлично. Погнали, в общем-то, тогда крутим все поддоны, кроме какао и орехов. И выгружаем все на склад. Ну, в общем-то, друзья, я тут все развез. И это, знаете ли, заняло довольно много времени. С учетом того, что тут близко все находится. В общем-то, у нас остались только поддоны с какао и орешками. Насколько я понимаю, давайте посмотрим, что у нас здесь к чему. Все у нас здесь путем. Весь товар есть. Вместимость склада большая, поэтому мы его будем довольно долго забивать. Вот так вот здесь все поддоны будут стоять. В общем-то, когда их будет много, выглядеть это будет намного приятнее. Интересно еще, поскольку поддонов оно выгружается. И, кстати, где вот этот вот триггер? Куда можно подойти и выгрузить нужные мне поддоны, а? Вот почему его здесь нету? А, сюда можно встать. Знаете, там такая светящаяся пупуська всегда была. Потом посмотрим, поскольку поддонов здесь можно за раз выгружать будет. Да, кстати, то, что у нас производится в теплицах, идет в поддонах стандартного размера. Среднего размера, точнее. И их только по 18 штук вылазит на вот эту платформу. А садов по 20. В общем-то, орехи и какао нужно продать. Орехи самое дорогое на ресторане, какао самое дорогое на прайс-чопере. Ресторан, друзья, у нас здесь вот прямо около садов находится, поэтому едем туда. Не сильно много денег мы заработали, а еще я застрял. Хорошо, что кашу утром ел. Да, конопля денег приносит явно больше. Хотя там объема больше. Нормально, пойдет. Давай, друг, едьте тогда на промзону. С садами, в общем-то, у нас, друзья, все понятно. Я больше на этом внимания акцентировать не буду. И знаете, друзья, во что мы следующее будем упорываться? Куда мы дальше, наш путь развития пойдет? Следующее, друзья, это животное. Надо будет ставить загоны со скотом. Какие именно, я еще не знаю. Но для начала нужно купить заводик. И этот заводик, заводик кормов. Вот он. А он не построен. Шикарно. Вообще, я приходил сюда, смотрел. Здесь довольно много ресурсов требуется. Все эти ресурсы у нас по большому счету есть. А еще и здесь такое количество, я не знаю, можно ли этому верить или нет. Но такое количество, что это все легко делается с помощью контейнеров. Но для начала, друзья, это производство, разумеется, нужно купить. Поэтому мы его покупаем. 1700, миллион 700 оно стоит. Что-то заправка у нас тоже купилась, получается. Купи завод кормов и получи заправку в подарок. Да, топливо у нас здесь тоже теперь появилось. А, наверное, надо тогда сюда отвезти это топливо будет. Я вообще не планировал пользоваться этой заправкой. Ладно, потом разберемся. Если вдруг сюда кто-нибудь сунется заправляться и не сможет этого сделать, тогда и заправим. Пока что не будем. И таки да. Здесь все правильно написано, что надо привезти. Это все делать с контейнеров, со склада. И это легко можно будет сделать по автодрайву. Только для начала этот самый автодрайв нужно сюда будет провести. Для этого, друзья, мы даже машинку возьмем. Как раз вот для этих целей отличное транспортное средство. Отцепляем прицеп. Поехали к этому заводу. Ешкин матрешкин. Тут, кстати, тоже автодрайв везде проложен. Загрузка сена, разгрузка травы для сена. Ладно, это все не очень интересно. Давайте проложим автодрайв еще на стройку. Аккуратненько как-нибудь. Ну, знаете, как-то вот так вот получилось. Разворачиваться он будет здесь тогда. И ехать он будет здесь. Точку я обозвал стройка. На самом деле, этот маркер можно даже перенести в корм завод. Загрузка сена, загрузка моносмеси, разгрузка компонентов, разгрузка травы для сена. Без понятия, как там триггеры расположены будут. Тут, может быть, что-то придется дорисовывать, хотя я сомневаюсь. Так, товарищ, давай ездить на базу. Значит, для стройки нам нужно будет сюда привезти 18 контейнеров. За раз двумя машинами мы можем отвезти 4. То есть поездок довольно много. Больше, чем на мост. Но, друзья, самое интересное, это не это. Это не это. Каргел продукты. Что ты такое? А, это и есть оно. Значит, производство корма для свиней. Нужна основа корма. Кукуруза просо, пшеница, ячмень, рожь, зерно, то бишь, протеин, корнеплоды и электричество. Козы. Им нужен клевер, трава, сено, микс для коз. Кстати, вот это вот у нас производится все добро на теплицах и садах. Корм для собак. Мясо отпадает. Пока что у нас нет мяса. Домашняя птица тоже отпадает. Поэтому собак мы пока что не разводим. Утки. Кукуруза просо, пшеница, ячмень, рожь. Смесь для уток, малина, клубника. Интересно. Курочки наши будут жрать кукурузу, пшеницу. Салат, арбуз, помидоры, огурцы. Тоже своя смесь. Нормально пойдет. Овцы будут есть траву, сено, клевер, зерно. Лошадки у нас жрут овес, кукуруза просо и миласа. Это тоже отпадает. Соответственно, вообще лошадками заниматься я здесь не сильно хотел. Ослики у нас тоже жрут миласу, поэтому нам это не интересно. Моносмесь это для коровок. Тут, в общем-то, все стандартно. Солома, осила, сено. Также есть, кстати, сеносушилка. Производство сена. Это прекрасно. Мне это нравится. Ну и расширенное производство. Если мы сюда еще привозим мешки, насколько я понимаю. Но это нам не интересно. Это я, друзья, к чему сейчас все это смотрел. Это к тому, что все это нам надо вырастить. Так как у нас большие поля, в принципе, можно будет даже, знаете, это все дело как-то даже и разделить грамотно на наших полях. Ну, в общем-то, все, что можно вырастить на полях, друзья, мы вырастим на полях. Разумеется, после уборки ржи. Хотя, с другой стороны, там, кстати, зерно там, где требовалось. Роза же подойдет как зерно. Правильно? Правильно. Вот. Так что у нас вырастить все будет не проблема. Плюс у нас уже много чего растет на тепличках и на садах. Что меня тоже радует. Надо теперь запустить стройку этого завода, чтобы завтрак утром он построился. Этим у нас, конечно же, будут заниматься вот эти ребята. Во-первых, разгрузку в центр ему ставим. Во-вторых, едешь загружаться на склад, а выгружаться на кормзавод. Стройка. И возить ты будешь грузовые контейнеры. Погнал. Я ну куда ты поехал-то далеко? На склад давай едь. Во. И, друзья, второго нашего парниша, у нас есть еще один такой же. Ты у нас тоже едешь забирать все на склад. После чего ты едешь на кормзавод. Стройка. Везешь ты грузовые контейнеры. Разгрузка в центр. Погнал. Ха, теперь, кстати, чтобы еще стройматериалов хватило. Идем, друзья, смотреть, что надо привезти. Цемент 100. Трубы 100. Стальные балки 100. Начнем с цемента. По 4 контейнера. Давай, выгружаем один. Надеюсь, тот склад, который мы сегодня построили, не будет таким забаганным. И там будет нормально полностью все выгружаться. И давай, цемент, еще один поддон выгружаем. Нажимаем на кнопочку. Поддон загружается. Сейчас загрузится. Все будет. Смотрите. Раз, два, три. Поддончик загрузить. Молодец. И все. Этот товарищ уезжает. Второй становится на его место. И мы нажимаем на кнопочку. И, соответственно, эти поддончики у нас тоже сейчас сюда залетают. И все у нас хорошо будет. Эти ребята поехали. Потом посмотрим, выгружаются они там или нет. Но там должно быть все просто. Тем временем у нас продалась вся конопля. И эти ребята приехали и стоят, ждут с моря погоды. На балансе у нас остался еще миллион триста. В принципе, деньги есть. Плюс соберем много ржи. Если что, можно будет ее продать. Такс, товарищ. Тебе мы тоже говорим ехать домой. Сдынь. Погнал. Смотрим, друзья, чтобы все это чудо разгружалось. И радуемся жизни. Скорее всего, это будет работать. Тут, в принципе, довольно простая система. С контейнерами всегда довольно-таки все просто. Триггер большой. Места здесь развернуться много. Подъехать места много. Так что все должно быть нормально. Раз, два. Улетел. Шикарно. Еще главное, чтобы ты здесь развернуться смог. Хотя не вижу причины, чтобы ты не смог. Это все путем, друзья. Все равно написано 100. Не знаю, зачем здесь этот экран. Что он здесь показывает. Цемент. В общем-то, 50 кубов мы привезли. Сейчас еще один товарищ разгрузится у нас. Бздынь, бздынь. Все готово. Цемент привезен. Поэтому, друзья, в общем-то, что будет за кадром? Ничего особенного. Чисто работа по автодрайву. Привезу стройку. Все вот это вот дело построить. Плюс уберу поля наши и засею их чем-нибудь, что нам надо на этом заводе. Потом прикину, что к чему. Ну и так, по производствам еще буду бегать, смотреть, чтобы все у нас было везде хорошо. Может быть, поддонов сюда еще привезу, потому что они пока что расходуются довольно быстро. Точнее, они-то не сильно быстро расходуются. Просто их здесь надо много. Точнее, не то, чтобы их сильно много здесь надо. У нас много садов, много теплиц. Поэтому вот так вот. На этом тогда, друзья, на сегодня все. Лайкусики не забываем. Комментарии тоже пишите. Мне будет интересно почитать что-нибудь об этом всем. Ну и в следующий раз, друзья, будем ставить тогда для животных всякие штуки. Я еще не придумал куда. Это я, в общем-то, подумаю. У меня где-то даже дня три на это будет. До следующей записи. Вот. Как-то так. Короче, кто не хочет ждать следующую серию, то на Boosty она, скорее всего, уже есть. Тем, кто уже поддерживает на Boosty, ребята, вам огромнейшее спасибо за поддержку. Ну и на этом, в общем-то, все. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Смотрите, энергии у нас в достатке, а медный лист все равно не производится. Почему? Непонятно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.